Итак, добрый день. Сегодня мы с вами создаем различные варианты кровельного настила. Стропильная система будет рассмотрена позднее, пошагово. Рассмотрим, как возможно сделать различные скаты крыш от самых простых до сложных. Итак, в первую очередь, у меня Revit 20 версии, скоро обновимся. 21 будет и версии Revit, и Автокада, и так далее. Буду рассказывать. Итак, первое, что нас интересует. Во вкладке архитектура есть функция построения крыши. А конкретно о самих крышах, крыша по контуру, крыша удаливания, крыша по грани, я уже рассказывал в предыдущих видео. Итак, в первую очередь, мы будем делать крышу по контуру. Нас интересует, чтобы мы могли сами менять направление уклона, направление ската и так далее. При активации функции крыши по контуру, у нас сразу же запрашивают уровень. Это чистый проект, которым я работаю, поэтому у нас на данный момент два уровня, два плана наших этажей. Мне без разницы, на каком уровне они сейчас моделируются, мы будем с вами разрабатывать различные уклоны. Я их всех в ряд замоделирую, и каждый будет подписан временной отдельной меткой, чтобы вы могли ознакомиться. Досматривайте до конца, надеюсь, что будет полезно. Не забывайте подписаться на канал, мне это очень приятно, и большое вам спасибо. Итак, у нас появляется окно, при низком уровне в нашем детализации, на каком уровне создать нам необходимую нашу крышу. А я пускай выбираю план первого этажа, мне без разницы, уровень один. Окей. Мы с вами попали в панели рисования, она с вами располагается в верхнем углу нашего экрана. Там есть возможные направления нашего эскизных линий, то есть мы различными эскизами можем замоделировать крышу. Как обычную прямоугольную, обычную скатную, как угодно, хоть полилинии мы можем смоделировать. Под лентой у нас с вами появилось обозначение формирования уклона. Программа по умолчанию формирует уклон, равный 30 градусов, насколько я помню. Мы с вами будем учиться их подбирать автоматически, данный уклон, и учимся их менять. В первую очередь мы с вами создадим самую простую, примитивную, это односкатную крышу. Я замоделирую прямоугольник. Меня интересует сейчас просто прямоугольник, односкатная крыша. Габариты в ней, опять же, без разницы, мы смотрим чисто, как она будет у нас выглядеть. После того, как мы с вами построили первый вариант нашего эскиза, я нажимаю клавишу Escape, чтобы перейти к редакции два раза. У эскизных линий мы с вами видим треугольнички. Эти треугольнички обозначают у нас то, что у данной крыши сформирован автоматический уклон, потому что клавиша у нас с вами автоматически горела. Давайте я построю рядышком с отключенной функцией формирования уклона такой же самый прямоугольник. Может немного отличаться будет. Разница очевидна. У одного у нас есть треугольнички, у другого нет. Соответственно, у одного у нас формируется уклон эскиза, у другого нет. Но подтвердить я их оба не могу, так как программа скажет, что они должны иметь замкнутый контур. Поэтому что я сделаю? Откажусь сейчас от выполнения моего контура без уклона. И будем разбираться, что у нас здесь с нашими уклонами. При подсветке эскизной линии, нажав на нее левой клавишей мыши, я вижу уклон 30 градусов. Я могу каждой эскизной линии при необходимости его отключить, либо поменять его. Просто подсветив левой клавишей мыши цифру, либо в панели свойств я могу изменить направление уклона, не направление, а угол моей крыши, либо полностью отключить его. Также я могу сместить от базовой точки данную эскизную линию вверх, либо вниз. Соответственно, откуда она будет у нас опираться. Я на данный момент просто отключу формирование уклона у трех наших сторон. Раз, два, три. Соглашусь с выполнением данного действия, нажму на зеленую галочку. В трехмерном виде я включу высокий уровень и реалистичный вид. Я вижу сформированную односкатную мою крышу. При ее подсветке я, во-первых, могу поменять уровень, могу вручную за марки стрелочек изменить мой скат крыши, либо поменять уклон в панели свойств. Пускай он будет у нас 15 градусов. Также что я могу сделать? Два раза нажав левой клавишей мыши, перейти к редактору снова эскиза и собственноручно поменять уклон. Прошу прощения, сейчас выключу сторонние звуки. Итак, продолжаем. Я могу поменять уклон собственноручно в панели свойств, задать, который мне будет необходим. Пускай будет 12 градусов. Окей. Это у нас с вами получилась односкатная кровля. Слои я пока не разбираюсь, просто я смотрю то, что у меня формируется как моя крыша. Да, я мог зайти в панель свойств, изменить тип, изменить материал структуры слоев, задать ему необходимую толщину той же самой черепицы, чтобы она отображалась корректно и не смущала ваши глаза. Я сейчас просто задам кровле черепицы и поставлю ей толщину. Толщину менять не буду, потому что я стандартный материал меняю. Вообще отменить нажму. И нажму копировать. Пускай это будет тестовое. И теперь уже спокойно меняю толщину и материал. Почему я откатился назад? Чтобы у меня стандартная моя крыша никуда не исчезла. Мало ли я захочу использовать этот проект в дальнейшем. 20 миллиметров черепица. Я думаю, так она вас смущать не будет. Снова возвращаясь на план своего этажа. Давайте сделаем двухскатную крышу. Снова вкладка архитектура, крыша по контуру. Выбираю снова план первого этажа. Снова рисую прямоугольник. Мог нарисовать обычными эскизными линиями. Мне без разницы. Раз. Дайте верну формирование уклона, чтобы сразу же автоматически у нас строилось. А то после того, как я его выключил, автоматическое формирование уклона у меня уже не активно. Раз. Я мог сразу же для необходимых эскизных линий убирать формирование уклона. Потому что я знаю, где это. Либо после того, как я замоделирую весь контур. Выключить собственноручно те грани, для которых мне уклон не нужен. Если я соглашусь с выполнением базовой нашей крыши по контуру, у меня получится четырехскатная крыша. Мне этого не нужно. Я выделяю либо зажатые клавиши Ctrl, либо просто зажатые левые клавиши мыши. Либо по одиночке выделяю необходимые мне эскизные линии и выключаю формирование уклона. Соглашусь с выполнением данного действия. Переведу ее в крышу тест. Я вижу то, что у меня сформировалась двухскатная моя крыша. Сейчас я ее отодвину. Одно от другой. Двухскатная крыша. Как вы понимаете, если бы я поставил формирование уклона с другой стороны, то у меня сформировались бы скаты моей крыши по другому направлению. Ок. Трехскатная крыша. Усложняем. Кровля. Снова план первого этажа. Сразу же выберу необходимую мне крышу мою тестовую. Замоделирую участок. Отключу формирование уклона у одной эскизной линии. Соглашусь с выполнением данного действия. Крыша трехскатная. Дальше. Самое простое и примитивное – крыша четырехскатная. Стандартная. Которая у вас автоматически получится, если вы никакие настройки не меняли. Крыша четырехскатная. Как привязывать крыши к стенам, я уже рассказывал в одном из видео, то, что касается кровли по Revit. Ссылку на него я предоставлю. Четырехскатная. Давайте теперь усложним данное действие. Предположим, что я хочу сделать четырехскатную крышу. Но точнее она будет уже не четырехскатная, она будет восемискатная. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь скатов у данной крыши будет. Это я в голове посчитал. В форме нашего плюсика. Крыша. Ок. Теперь замоделируем. Я могу замоделировать два прямоугольника, соединить их в дальнейшем в одну линию эскиза. Либо могу просто построить эскизными линиями. Пускай будет одиннадцать метров, шесть, опять одиннадцать, одиннадцать. Ой, прошу прощения, тысяча сто получилось. Одиннадцать, шесть, одиннадцать, опять тысяча сто. Я сейчас упрощу себе данное действие, воспользуюсь функцией зеркала. Выделю элементы. Воспользуюсь функцией зеркала. Отобразить. Ну, так как оси у меня нету, я могу построить ось. Строю ось посередине. Отражу. Да, у меня одна эскизная линия накладывается друг на дружку, поэтому удалю. Выделю снова. Снова. Отразить. И удалю лишние эскизные линии. У моих оснований, выступающих элементов крыши, я уберу формирование уклона. Соглашусь с выполнением данного действия. У меня накладывается еще одна линия на линию. Теперь посмотрю. При помощи функции зеркала нужно не забывать, какую линию вы переносите, чтобы можно было увидеть, какие линии отзеркалились, какие нет. Здесь у меня получается одна эскизная линия накладывается на другую, поэтому мне просто нужно найти. Соглашусь с выполнением данного действия в трехмерном виде. Я увижу вот такую крышу уже сложного типа. У них сразу же они объединены, сразу же они соединились. Окей. И давайте теперь сделаем крышу полувальмовую. Снова вкладка архитектура, крыша, крыша по контуру. Снова выбираю необходимый мне уровень. Моделирую. Вроде бы как начинается, как обычно, четырехскатная крыша, но принципиальное отличие в чем. Беру один из скатов, второй, и ставлю смещение от базовой точки вверх на две тысячи. Можно было бы подобрать и другое. Я пока поставлю на две, посмотрим, что получится. Все зависит от габаритов самой кровли. Соглашаясь с выполнением данного действия, смотрю, что у нас происходит. Крыша полувальмовая. Дальше, что мы с вами делаем? Давайте создадим сложную крышу. Снова возвращаясь на уровень 1. Принцип построения тот же самый. Крыша. Крыша по контуру. Выбираю необходимый уровень. Начинаю построение с обычной четырехскатной крыши. Дальше, что я делаю? Воспользуюсь функцией разделить элемент. Разделяю элемент, предположим, на 12 метрах. Сейчас я продолжу этот эскиз. На 12 метрах. Смотрю, чтобы у меня были равные участки. 12 метров. От зеркалю в противоположную сторону. Выделю эти эскизные линии. Воспользуюсь функцией зеркала. По нашей оси нахожу центр. Зеркалю в противоположную сторону. Дальше, что я делаю? Устрою эскизную линию без формирования уклона. Соединяю данные получившейся эскизной линии. Смотрю, чтобы у меня разрыва никакого не было. Смотрю, чтобы разрыва у меня никакого не было. Дальше, чем я воспользуюсь? Под линиями границы в нашем эскизе есть функция направления уклона. Нажму на него. Из точек нашего направления уклона замоделирую формирование уклона. Те, кто уже работал в данной программе, понимают, что в итоге у нас с вами будет. У нас с вами будет отдельный выступающий профиль для данного уклона. И здесь я поставлю, но по умолчанию у меня 30 градусов, я оставлю такое же по умолчанию стандарт. Посмотрю, что у меня в итоге получится. У меня получились вот такие выступающие профили нашей крыши. Давайте усложним задачу. Сделаем многосегментную крышу. Она будет соединена обычной двухскатной с полувальмовой крышей. Перейду на план первого моего этажа. Здесь же рядышком буду моделировать крыша. Крыша по контуру. План первого моего этажа. Замоделирую сначала первоначальную мою двухскатную крышу. Напоминаю, что я отключал формирование уклона и сейчас я его сделаю. Отключу формирование уклона у двух эскизных линий. Соглашусь с построением. Теперь что я делаю? Снова вкладка архитектуры. Давайте посмотрим в трехмерном виде. Вот она моя двухскатная крыша, стандартная. Теперь что я сделаю? Крыша. Крыша по контуру. Снова уровень первого моего этажа. Что я сделаю? Построю рядышком со своей крышей. Эскиз. Который будет у меня напоминать мою полувальмовую крышу. Включу формирование уклона. У эскизной линии, которая будет врезаться в мою крышу, уберу формирование уклона. Вообще. А эскиз первый. Я подниму смещение от базовой точки. Пускай пока будет на полтора метра. Возможно нам придется его уменьшить, так как участок достаточно маленький. Соглашусь с выполнением данного действия. Перехожу на трехмерный вид. Подсвечу необходимую крышу, чтобы она никуда не убежала. Что я теперь делаю? Во вкладке изменить у меня есть функция присоединения, отсоединение стен. Нажму на нее. Нажму на грань моей крыши. Обязательно нужно, чтобы она была с небольшим отступом от основной. Не врезалась в нее. Иначе не соединится. Будет ошибку все время выдавать. Нажму на грань моей крыши. Маленькой. Нажму на основную мою крышу, в которую необходимо, чтобы она врезалась. Теперь что я могу сделать? Отредактировать траекторию таким образом, чтобы моя крыша на необходимый отступ была от моего здания. Элементы могут отсоединиться, поэтому мне придется их заново переприсоединить. В данном случае из-за формирования вот этой вальмы произошло. Придется ее саму целиком подвинуть. Вот теперь должно все получиться хорошо. Крыши вроде бы как соединились, но у нас есть вот здесь участок. Его быть не должно. Как он у нас убирается? Мы подсвечиваем с вами, даже можно без подсветки элемент, вкладка архитектура, слуховое окно. Мы нажимаем на основную крышу, из которой необходимо проделать нам слуховое окно. Нажимаем по ней левой клавишей мышь. Нажимаем на эскиз теперь кровли, которую необходимо вырезать. Вот она. Соглашусь с выполнением данного действия. Вижу то, что крыши у меня объединились, участки у меня никаких пустых нет. Комбинируя возможные методы, вы можете создать любую сложную крышу, которая только может встретиться у вас, по вашему проекту. Если вам понравилось это видео, не забывайте, что нужно делать. Всем спасибо, что были тут. Скоро увидимся.